Всем доброго времени суток! Пришла долгожданная наша посылочка от бренда DLT. И это новый электрический плиткорез для крупного формата с возможностью делать распил кермогранита длиной аж на 3,20 с автоматической подачей каретки. Идет она вот в таком вот крутом чехле с транспортировочными роликами и мощными ребрами жесткости. В этом чехле находятся две направляющих шины и материал с направляющими для сбора воды. Сам электрический плиткорез находится вот в этом пластиковом кейсе. Итак, в кейсе лежит вот таких вот парочку футболок. Сам плиткорез. Это у нас идет насос для подачи воды. Шланги, вилка с автоматикой, пару дисков. Струбцины, ключ. Ну и здесь у нас фильтр, ключи и даже запасные щетки. Вот такая вот гальваника для зачистки края плитки. Не терпится протестировать. И не дожидаясь крупного формата, попробую сперва на плитке длиной 1,20 м. Протираем плитку и присоски. Они находятся внутри шины, что очень удобно. Затем защелкиваем присоски. Проверяем, все ли отлично держится. А вот и наш плиткорез. Система оснащена роликами. Их здесь 6 штук. По 3 штуки на сторону. И двумя направляющими. С левой и правой стороны. Для автоматической подачи вот такая вот зубчатая лента. Края шины крепим струбцинами. Кнопки включить-выключить. И скорость подачи каретки. Ну и здесь у нас электрический провод. Он идет вместе с водяным шлангом. Здесь идет родной диск. Ну а мы попробуем установить диск от DISTAR. Станок можно устанавливать под 45 градусов. Диск можно поднимать и опускать. А также подать вперед и назад. Все работает плавно и отлично. Фиксируем. Далее мы соберем систему подачи воды. Соединяем кран для регулировки воды. Здесь у нас отдельная вилка для включения насоса. Далее соединяем шланг с насосом. И опускаем насос в воду. Итак, тут мы все подготовили для подключения. Для более быстрой регулировки нам надо, чтобы диск прикасался к краю плитки. Здесь мы его совмещаем. А потом фиксируем присосками. Далее и струбцинами. Теперь мы выдвигаем аппарат до конца и выставляем под 45 градусов. Включаем все вилки к источнику питания. Открываем водичку. И включаем аппарат. Далее выставляем скорость. И все. Плиткорез сам пилит. Станок оснащен мощным и высокооборотистым двигателем на 2800 ватт и 13000 оборотов в минуту. Который дает возможность делать две операции за один проход. Рез и обработка кромки фасочным диском. Для того, чтобы избавиться даже от микросколов, которые остаются при резе. Без дополнительной необходимости доработки плитки черепашками. Режет довольно-таки легко и качественно. Рез под 45 градусов получился идеальный. И не требует доработок. И это у нас керамогранит 10 миллиметров. Станок справился на 5 с плюсом. Здесь также предусмотрена регулировка градусов. И можно выставлять чуть больше, чем 45 градусов. Также замерять и выставлять можно специальной линейкой. Она также шла в наборе. Повторим процесс. Вот так вот у нас должно выглядеть со стороны. Как я говорил ранее, у нас в наборе идет специальный материал с профилями для сбора воды. Сейчас мы попробуем его установить. Систему установили. Запустили аппарат. Спереди повесили тряпку, чтобы сильно не брызгало. Вот такие вот у нас идут направляющие для воды. Материал отлично держит воду и направляет куда нам надо. А чтобы не так сильно брызгало, лучше повесить эту тряпку. В будущем повесим туда брызговик. Здесь также можно регулировать напором. Далее попробуем сделать прямой рез. Для прямого реза диск лучше опустить. Запускаем. Выставляем скорость. Тоже отлично режет. В конце у нас установлена система автостоп. Рез получился ровный и без сколов. Далее мы соберем вторую половинку направляющей шины. Крепление для соединения шин находится с двух сторон. Ну а чтобы правильно выставить направляющий механизм, у нас идет отдельный кусок планки. И за счет его мы совмещаем все зубья, так как надо. Далее фиксируем плитку присосками. На всю направляющую у нас идет их 8 штук. По 4 на каждую. Фиксируем саму плитку и направляющую шину с трубцинами. После чего производим прямой рез. Здесь мы также натянули полотно на всю длину плиты. Рез получается ровный и без сколов. Почему мы распускаем плиту электрическим плиткорезом, а не ручным? Дело в том, что мы пробовали снять напряжение ручным плиткорезом. И плита пошла колоться не туда, куда надо. То есть она перепрессована. Или перекалена, как правильно говорят. Соответственно, нам пришлось ее всю распускать таким образом. Покажу понагляднее, где находится кнопка автостоп. А на направляющей шине мы выставляем ограничитель. Таким образом он срабатывает. Пилит идеально, хоть и плитка проблемная. После окончания всех работ разбираем шину. Первоначальное состояние. Друзья, впереди много таких работ. И мы будем тестировать новый инструмент дальше. И рассказывать более подробную информацию. Пока инструмент мне очень нравится. И тех, кого заинтересовал этот инструмент, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. В следующий раз я постараюсь вам показать, как можно отрезать плитку и одновременно снять фаску. То есть можно установить сразу два диска. Или же как снять полукруглую фаску для наружных ступеней. Все эти операции этот плиткорез может делать. Кому интересно, подписываемся на канал. А чтобы не пропустить самое интересное, жмем на колокольчик. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.